Дорогие друзья, недавно мы были в музее театра «Уголок дедушки Дурова», но тогда были закрыты мемориальные комнаты. Сейчас они открыты, и сегодня мы их подробно посмотрим. Здесь гостиная, где хранятся подлинные вещи Владимира Леонидовича. Владимир Леонидович Дуров был мастером на все руки. Люстра, украшающая комнату, выполнена из рогов лося его руками. В этой гостиной бывали многие известные люди. Среди друзей Владимира Леонидовича были известные артисты, литераторы, художники, музыканты. Часто в гостиной устраивались рисовальные вечера, когда ставились мольберты, и хозяин с гостями рисовали. Стол-комод со столешницей из яшмы выполнен в стиле рококо. В этой горке представлена посуда. Рассмотрим ее поближе. Конечно же, здесь есть скульптуры животных. Владимир Леонидович любил необычные диковинные вещи. Обратите внимание, это панцирь морской черепахи. А здесь небольшая шкура крокодила. В этой гостиной пели Собинов и Шаляпин. Здесь вы можете видеть чучело медведя. А здесь непосредственно вход в сам музей дедушки Дурова. Украшают стены рога антилопы. В уголок Дурова приходили художники, чтобы рисовать и лепить животных. Среди них был Ватагин, которого считают первым русским анималистом. От этих дней осталась картина «Море ночью». У Владимира Леонидовича бывали Станиславский, Качалов, Мейрхольд, из писателей Чехов, Купырин, Геллеровский, Оренбург, Есенин, Саша Черный. Фотографии на стене – это лишь малая часть тех, кто бывал в этом доме. Многие из писателей оставили в своих произведениях воспоминания о Дурове и его уголке. При жизни Владимира Леонидовича в этой комнате было много цветов. Стояли клетки с животными и чучело. Эту картину написал сам Дуров. Вы можете видеть его автограф. Над дверью последний прижизненный портрет Дурова. Владимир Леонидович не расставался с крысами. Он очень любил этих животных за их ум, быстроту реакции, сообразительность. А своих гостей Дуров встречал также, как изображен на портрете художника Кравченко. За раздвижным столом на резных дубовых ножках собирались гости. Например, Оренбург в книге «Люди. Годы. Жизнь» вспоминает, как Дуров в 1923 году знакомил его с морскими львами, привезенными из Германии. В 1918 году в этом доме впервые появилась Наталья Сац. С нею Дуров объехал почти всю Москву, давая спектакли для детей. Также в этом доме бывали академик Бехтерев, профессор физиологии Леонтович, профессор зоологии Кожевников, профессор биофизики Чижевский. Из гостиной проходим в кабинет Дурова. У окна его рабочий стол, на стенах фотографии членов семьи Дурова. В углу камин, у стены книжные шкафы. Камин является новоделом. А это маленькое сидение было предназначено для обезьянки Дурова. Среди этих вещей жил и работал знаменитый дрессировщик. Здесь представлен скульптурный портрет Дурова. пылесос, кстати, современный. Им пользуются. В углу зеркала трюмо. На этой тахте Владимир Леонидович любил прилечь и отдохнуть. Здесь представлена его посмертная маска. На стене в центре портрет Владимира Леонидовича. По сторонам портреты родителей и детей. Династия Дуровых подарила отечеству четырех народных артистов СССР. Владимир Леонидович является автором нескольких книг. Дрессировка животных. Психологические наблюдения над животными, дрессированными по моему методу. Сорокалетний опыт. Новая в зоопсихологии. Звери дедушки Дурова. О сильных мира того. Мои звери. Научная дрессировка промыслово-охотничьих собак. В этих старинных шкафах представлены книги, которые читал Дуров. Например, лекция о работе больших полушарий головного мозга Павлова. Дуров продолжал опыты по телепатии совместно с биофизиком Брнардом Кожинским. Кожинский рассказал об исследованиях в этой области в книге «Биологическая радиосвязь». В 1920-х годах Владимир Дуров создал практическую лабораторию по зоопсихологии, где исследовал воздействие внешней среды на животных и практиковал гипноз. В лаборатории работал советский ученый Александр Чижевский. Созданный им прибор прозвали «люстрой Чижевского». Прибор, созданный Чижевским, был внешне похож на люстру. С его помощью профессор успешно лечил множество болезней – астму, бронхит, стенокардию, бессонницу, грипп. Секрет удивительного устройства в том, что обычный воздух превращается в особый, похожий на горный, морской, лесной, насыщенный отрицательными аэроионами кислорода. С помощью люстры Чижевского в уголке Дурова были вылечены слониха Нонна и обезьянка Люлю.